Ежегодно в 3-е воскресенье февраля по инициативе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации отмечается Всероссийский день молодого избирателя. По всей стране проходят приуроченные к этой дате различные мероприятия для молодежи. Город Буй не стал исключением. 16 февраля текущего года на базе Центра молодежи состоялся фестиваль молодых избирателей «За молодежью – будущее». Участие в фестивале приняли Буйский техникум градостроительства и предпринимательства, и техникум железнодорожного транспорта. Поздравить участников фестиваля «За молодого избирателя» пришла председатель избирательной комиссии городского округа «Город Буй» Ирина Чистякова. Есть величайшая возможность делать выбор. Очень замечательно, когда на выборы осознанно приходит молодежь, потому что за молодежью – будущее. Поэтому я вас тоже поздравляю с этим замечательным праздником – Днем молодого избирателя. Желаю, чтобы вы были не пассивными, а активными. Активными избирателями, активными участниками нашей жизни. Насколько вы будете активны, настолько полноценны будет наша жизнь. А сегодня, в сегодняшний фестиваль, я вам тоже желаю быть активными и пусть победит сильнейший. Мы идем на выборы, в надежде на то, что условия нашего проживания улучшатся наше образование, также улучшатся образование наших детей в будущем. Идем, потому что, я считаю, что у нас город важен для будущего наших стран. Также идем для улучшения самих условий проживания всей страны в общем, строительство народ и прочее. Это мотивирует нас так. Мы идем на выборы, так как будущее в наших руках. Мы выбираем будущее наших детей, выбираем, как придет развития страны, проявляем активность в жизни нашей страны, мотивируем молодежь нашими поступками, подаем пример, оставив свою жизненную позицию, но пока не в том, что не безобразно мы участвуем. Конкурсная программа фестиваля состояла из теоретической и практической части, в которых молодые избиратели могли проявить себя не только как знатоки системы избирательного права, но и попробовать себя в качестве кандидатов в президенты. Я представляю партию «Молодость». Наша партия поддерживает молодежь, также ее интересы. И сегодня я хочу поговорить о проблемах, которые актуальны в наше время, связаны с молодежью. И первая проблема – это дорогостоящие образования. Не для кого не секрет, что образование сейчас играет огромную роль в нашем современном обществе. Но образование доступно не всем, к сожалению, так как оно очень дорогостоящее. Например, люди, поступающие в институты, в каждом институте не так много мест, где он может обучаться бесплатно. А так как средние зарплаты и доходы у нас в стране невелики, то это как-то встает большой проблемой. Вторая проблема, которую я считаю актуальной, актуальной – это материальная помощь как раз нуждающимся людям. В нашей стране довольно много семей неблагополучных, у которых доход составляет ниже минимума. И я считаю, что этим семьям нужно помогать. Третья проблема – это проблема спорта. В наше время молодежь считается довольно активной, но мест, где молодежь может заниматься спортом, не так много. Особенно эта проблема возраста и в малых городах. Четвертая проблема – это заработок для молодежи. Ведь сейчас, например, те же студенты, они имеют не так много возможностей заработать средства на то же обучение, которое является дорогостоящим. И наша партия хотела бы поспособствовать решению этой проблемы и помощи молодым людям, зарабатывать средства на их нужды. Молодой избиратель – это грамотный, активный, неравнодушный к судьбе своей Родины молодой россиянин. И вы, присутствующие в зале, в их числе 18 марта 2018 года, застоятся выборы президента Российской Федерации. Искренне надеемся, что вы обязательно примете участие в голосовании, чтобы выразить свое мнение. Ты имеешь право избирать и быть избранным. Право избирать обладают граждане, достигшие возраста 18 лет. Школа молодого избирателя – мой обучающий интернет-ресурс. Здесь увлекательно, наглядно и просто рассказано о выборах и о правах молодых избирателей. Каждый имеет право быть избранным. В 21-го года Государственную Думу Российской Федерации или в законодательный орган субъекта Федерации и органы местного самоуправления. Стать губернатором субъекта Федерации можно в 30 лет, а при введении в России по достижении 35 лет. Как противодвижения? Собрать подписи, пройти администрацию в избирательной комиссии все основные шаги на обучающие интернет-ресурсии школам молодого кандидата. Кроме того, молодежь может принимать участие в избирательных комиссиях, в том числе молодежных. Стать наблюдателем, либо доверенным лицом кандидатам, работать в избирательных объединениях и штабах кандидатов. Поздравляю с вами сегодня. Вы сегодня действительно были активны, сделали свой выбор, были правильные ответы по избирательному праву. Я желаю, чтобы вы не оставались, конечно, не останавливались на достигнутом, чтобы вы мечтали, решали, принимали решения и, конечно, обращались в жизнь.